всем добра мир у нас сегодня на царе вот такая большая посылка она такая большая что даже не помешается в кадр ну что погнали распаковывать посылку это посылка с aliexpress как я говорил она стоила тогда 2234 рубля плюс доставка 137 рублей мне вышло общем 2370 рублей сейчас она стоит на 100 рублей меньше доставка у меня обошлась 10 дней так как я выбрал доставку из россии и так и можно было доставку из китая что открываем вот тут у нас вот такая коробка обычная вот такая картонная коробка ничего ничего примечательного никаких там наклеек там ничего нет чтобы там было написано что что там изначало открываем коробку а в коробке у нас какие вот такой мануаль или мануальчик вот такой книгой инструкции все написано на английском языке даже китайщины здесь нету что очень хорошо как видите underground метал детектор то есть это металлоискатель такой дешевый вот такой пакет с китайским воздухом давай можно сказать с российским воздухом вот такая штука типа лопатки здесь вот такая ручка как видите ручка как бы из пластмасса вроде делаем нормально качественно здесь трубка алюминиевая здесь крепление еще пластмассовый еще вот такая основа как сказать который ищет металл еще вот такая одна трубка которым мы прикручиваем эту ручку как видите такое крепление здесь есть пластмассовое алюминиевая вроде бы и здесь все пластик и еще главный как сказать главный мод вот такая штука которая пикает и распознает металл как видите здесь вот такой панельчик цифрами то есть стрелочная стрелочная вот такая панель они они вот такой с цифрами или как сказать с рисунками вот такие три вот такие кнопки которые крутятся как видите здесь еще есть вот такая штейка если не ожидал сюда вставляются наушники там еще был с комплекте наушники но он уже был дорогой и вот такой еще диод какой-то вот так он видит сверху снизу вот так он тоже выглядит здесь куда вставляется корона сюда тоже корона батарейка то есть две короны батарейки жаль что их в комплекте нету и на крышке вот такой уплотнитель чтобы батарейка там не считалось вроде бы да вот только у нас был металлоискратель его сейчас нужно собрать у меня получится я его соберу вам покажу как он выглядит и так собрать было не трудно наш металлоискратель как видите я собрал минут десять максимум 15 там надо было некоторые вещи вставить свои пазы можно сказать трудно некоторые вещи поставить а так как видите даже я одним глазком посмотрел на этот инструкцию то есть главную страницу там есть рисунок как видите так я его собрал вот так он выглядит общая можно сказать у него длина где-то метр я делал максимальную длину трубки или как сказать ножки то есть я выдвинул в центре максимальную длину у меня общая вышла где-то метр с ручкой если считать отсюда до конца длину то примерно 80 сантиметров это 76 сантиметров так вот такой металлоискратель я его купил себе чтобы ознакомиться с поиском металла там если понравится может потом еще дорогой купим вот такой металлоискратель но там отзывах многие его хвалили даже некоторые говорили что это как игрушка для детей но я его покупал себе поэтому лес куда-то или какое-то поле посмотрим что он будет искать а люди отзыва оба были очень довольны нам они поставили фотографии говорю что даже один день у них купил совет это выскать это не нашли там много металла черного вот такой металлоискратель вот так мы его держим руке как видите вот так удобно не тяжелая вот такая вещь этот металлоискратель точно тяжелый все отлично как видите так ходим ищем но сейчас его проверить не удастся так как во первых нам ночь во вторых у меня нет батареи кроны надо купить батарейки и потом только посмотреть если были батарейки я бы может вам дома показал бы там на любой металл как он и так далее вот такой металлоискратель если что если мне удастся его проверить на улице то может здесь будет такая вставка то есть тест этого металлоискрателя так сейчас мы вышли на поле как видите такое поле вот мой металлоискратель сейчас поищем что-нибудь если найдем то покажем сейчас я вам быстро покажу как включить аппарат как видите эта кнопка power off включает как видите уже вот так включаем это звук двух тоже вот так центр делаем это колесик называется дискриминации мы можем открутить и не находить мелочи все что попало мелочи брошюи и так далее покручество на машине на лопате например мы находим металл под землей вот такой металл скаттерж сейчас я отключусь если что найду то включимся обратно и так сейчас мы что-то нашли сейчас посмотрим покопаем посмотрим бурдак наверное какая-то мелочь смотрите позже вот это такая штука как бы толстого такая клуба скоба какая-то или металлическая вот такая проволока не знаю как да вот мы нашли вот наш брат нашел металл все больше ничего нету будем дальше искать будем дальше искать и так снова что-то нашли сейчас вам покажу посмотрим что-то как вот эта область он здесь показывает сейчас посмотрим походу какой-то болт здесь типа болта как круглый который болт или как его называют вот такая штука да вот типа этого накручивающего болта или гайки как его назвать такая штука здесь больше ничего нету вот это мы искали и так наш металл скаттер опять запекал посмотрим что там вот так и вот вот И за такой мелочи мы вот только выкопали, вот такая мелочь, и это нам не нужно. Нужно? Давай, пускай другую вещь, поставим. Обратно закроймем. Итак, сейчас, как мы видели, наш металлоискатель находит любую даже мелочь под землей, которая делала из металла. Пока лишнего мы ничего другого цветного металла не нашли, только металл черный. Мы дискриминацию отключили, чтобы он нашел все. Как видите, он находит все, любую мелочь. Сейчас я вам дальше показывать ничего не буду. Если я найду что-нибудь интересное, то я вам покажу отдельно, что я откопал. Сейчас я больше снимать не буду, так как наш видео будет длинным. Наша цель была показать вам, ищет наш металл искать под землей что-нибудь или нет. То есть он ищет, он, можно сказать, не только детский, даже взрослым подойдет. Наш металл искать как битие он. Даже, можно сказать, глубиной под лопату он находит что-то. Вот такие вот дела. Итак, сейчас я выкопал вот такую маленькую ямочку. Как видите, и нашел вот такую большую добычу металлическую. Типа штыря, или как, типа зубило. Что-то вот такое острое, как видите, наконечник. То есть в землю куда-то убивал вот такую штуку. Это моя первая крупная вот такая металлическая находка. Итак, мы обратно вернулись на свое исходное место, к машине. Мы сегодня такого ничего особенного не нашли. Как видели, что я нашел там такие металлические вот такие штуки были там. Еще одну нашел там вот такую маленькую вот такой кусок вилки, которую мы кушаем. Старая вот такая вилка. Вот такой кусок там 3-4 было. И вот такой кусок ручки было. Больше ничего. Такой старинная, наверное, вилка была. Вот такие у меня были находки. Вот такой у меня был металлискатель на распаковке. Вот такой товар. Кому понравилось, ставим лайки там. Подписываемся на мой канал. Всем пока.